Всех приветствую! В сегодняшнем видео речь пойдет про драцену маргината или ее еще называют окаймленная, а именно почему же сохнут кончики листьев драцены, что с этим делать и какие существуют основные причины. Это один из часто задаваемых вопросов на нашем канале, я на него уже когда-то косвенно коротко отвечала, но в сегодняшнем видео мы поговорим об этом немного более детально. К основным факторам здесь относят полив и влажность воздуха. Конечно же, существуют еще и другие, такие как наличие сквозняков, состав почвы, освещение, болезни, вредители и так далее, но они являются более второстепенными. Как известно, драцены относятся к тропическим растениям, произрастают в теплых странах и требуют достаточно высокой влажности воздуха и регулярного полива. Если полива недостаточно и земляной ком пересыхает, в особенности это касается летнего жаркого времени, то драцена также может реагировать подсушиванием кончиков листьев. Также необходимо, конечно же, обращать внимание и на влажность воздуха. Рекомендуемое значение по влажности в помещении где-то 60-70 процентов. В таких условиях драцена будет себя чувствовать очень комфортно, но достичь этого в домашних комнатных условиях достаточно трудно. И в жаркий летний период, и в отопительное время, когда работают батареи, обогреватели, воздух достаточно сухой и, соответственно, удрацены будут подсыхать кончики листьев так или иначе. Здесь, конечно же, рекомендуют стандартные способы для повышения влажности воздуха. Это опрыскивание растения, также можно делать периодически теплый душ. Но не всегда эти способы на сто процентов сработают. Если вы ожидаете, что вы и опрыскиваете, и хорошо поливаете драцену, то ее кончики листьев не будут сохнуть, то чаще всего, по моим наблюдениям и личному опыту, происходит именно так, что они действительно подсыхают. Это можно заметить и в садовых центрах. Если вы пойдете, посмотрите, покупаете подобные растения, то там они тоже стоят слегка подсохшими листьями. Мы, например, также были в Доминикане, там, где драцены произрастают в природных условиях. Там влажность стремится к ста процентам и действительно очень подходящий для них климат, но можно было также заметить, что кончики листьев и там у драцен слегка подсыхают. Также я заметила, что чем моложе растение, тем меньше у него подсохших на кончиках листьев. И чем больше оно разрастается, наращивает листву, тем больше они появляются. Возможно, это такая закономерность и просто особенность драцен. И если действительно вас это очень огорчает, ну и, конечно же, это может портить внешний вид растения, то можно эти кончики просто слегка обрезать ножницами. Таким образом, ваша драцена будет выглядеть более ухоженной. Но здесь нужно обязательно в первую очередь проверить ваш уход. Нет ли каких-либо других проблем, которые могут влиять на то, что листья подсыхают. Если и полив достаточный, и присутствует периодическое опрыскивание в жаркое время, в отопительный период, и растение действительно себя хорошо чувствует, оно выглядит здоровым, нету каких-то болезней, вредителей, то тогда подсыхание кончиков листьев. Это просто такая вот проблема более внешнего вида, да, что надо просто устранить эти засохшие кончики, как я уже сказала, просто их слегка обрезав, и воспринимать это как вот такую особенность драцен. Все-таки, как бы мы не старались создать оптимальные условия, но они далеки от идеальных, именно поэтому чаще всего драцена так и реагируют подсушиванием кончиков листьев. А у кого-то может быть и другая ситуация. Кто-то скажет, у моей драцены абсолютно не подсыхают листья, они в отличном состоянии. Но здесь можно сказать, что вам повезло действительно, и у вас оптимальные, очень подходящие условия для произрастания этого растения. Надеюсь, что в сегодняшний вопрос нам удалось внести некоторую ясность. Ну а если остались какие-то дополнения, пишите их в комментариях и в последующих видео. Мы постараемся их рассмотреть и на них ответить. Если вас интересуют комнатные растения, вы любите за ними ухаживать, вы также можете присоединяться к нашей группе в Facebook. Там также можно оставлять свои вопросы, загружать фото ваших растений и делиться опытом с другими людьми. Ссылка будет в описании под видео. На этом мы хотим поблагодарить вас за внимание, пожелать вам всего самого наилучшего и до новых встреч!